Чайка 144А Двигатель отсутствует Сцепление на маховике не работает Пластиковая морда поведенная, вся кривая Позиционирование иглы тоже нарушено Смотрю дальше Логика работы перемещения иглы напрочь сбита Вообще все расхлябанное Что с ней делали, а? Пинали что ли? Че ж панелька-то такая кривая Ну что это такое? Болтик посеял Но уже и сделал Ничем не отличается от оригинального Теперь другое дело Можно дальше настраивать Наклейку тоже восстановить надо Теперь другое дело Пластина в удручающем виде Мучили, мучили И замучили Подыгольные пластины Все вычищено Сама пластина Зашлифована И выровнена Чуть-чуть сместить Зубчики надо направо Заодно и Люфт вала привода Зубчатой рейки Уберем Теперь и в этом положении Ничего не трет И в этом Иголка посередине Индикатор, как видим, показывает Что она действительно посередине Смещаем иголку Налево Пожалуйста Направо Пожалуйста Сместили Как это удалось достичь? С помощью выгибания штырька На качелях Вот он Штырек этот И, как видим, он изогнут В нужную сторону Реверс невозможно было с места сдвинуть Ну вот Теперь другое дело Даже такие элементарные вещи Как вот заусенцы После формовки убрать Или формовку более чистую делать Нет Три точки И все торчат Страшно В результате пластина Вот это вот Зажимает Колесо переключения И И все Ну вот Теперь одним пальцем Переключаются Отлично Беда с натяжителем Он неправильно стоит При подъеме лапки Даже ничего не происходит Ну вот Почему надо разбирать Узлы Даже которые вроде И нормальные Вот что здесь происходит Ужас Изоленту, что ли, намотали Что это? Модификация Страшная какая-то Изолента была действительно намотана Вот делают люди Которые Вообще не понимают Принципах работы Этого механизма Видно, что Площадка вот эта стоит Не параллельно Этому коромыслу А все потому, что Собрано неправильно Здесь шайба должна Стоять Она стоит Конусная И ее надо перевернуть Тогда она будет Центрировать Штырь И все выровнется Направляющая Стояла здесь Ее руками вытащил Она криво стояла Ну и Вытащил просто руками Как я и сказал Шайба была перевернута Вот теперь Все параллельно Легкая модификация Внешнего вида Подкрасим точечки Чтобы было видно Где находится игла Индикатор красненький Тоже сделаем Более красным И здесь точку белую Тоже поставлю Все красивее Вот теперь ровненько Смотрите зигзаг Расстояние в отверстие С левой стороны С правой стороны С левой Как часто Челнок чистили Но оно и видно Не часто В этом узле Тоже люфт Был большеват Здесь болтик Под конус Чуть-чуть Его закрутил Вот это зазор Как можно было С таким зазором Вообще шить Там миллиметр Наверное Это педаль Новая Как ни странно Но сломанная А сломанная Она просто была В коробке Уронили ее Там и электропривод Новый Будем вставить на машинку Новый 94-го года Производство 95-го года Продано Почти 30 лет Есть донор У меня Возьмем нижнюю часть От него Сюда поставим На донор На донорской педали Можно посмотреть Качество пайки Какое было Это пожалуйста Квалификации Те кто Ремонтирует Швейные машинки Потихоньку Внутренность Переносится В новый корпус Ну вот Такая пайка Наверное Должна быть При сборке Увидел Что вот этот Язычок В который Вставляется Пружина Он почти Горизонтальный Был Вот Качество изготовления На заводе Пожалуйста Педаль новая Казалось бы Такая мелочь Резьба Болта Сорвана Четверка Перережу на 5 При проверке Двигателя Нового Выяснилось Что он Заменен Видать Покупали комплект Заменили Был у меня Еще один двигатель Вот я его Разобрал Стал проверять Обмотки Одна Не звонится Ну вот Видим Провод Он оторванный Теперь Ротор В полном Исправе Два Провода Пришлось Два Провода Были Нагломлены Теперь Все Обмотки В порядке Необходимо Было Подобрать Толщину Шайбы Вот здесь Ротор Зажимался Теперь Выбег Есть И он Хороший Двигатель Закреплен На пластине Сама пластина Будет К машинке Крепиться Этим Болтиком Тоже Подобрал От Иномарки Импортный Материал На поверху Защитный Кожух Оказался Треснутый В двух Местах Буду Армировать Сеткой Готово Держать Будет Первое Включение После Шлифовки Наждачка 400 И 1500 Начнем Шелка Шаг Двойка Вот Третья Строчка Сверху Нет Ни пропусков Ни затяжек Еще раз Шелк Шаг Тройка То же самое Ни одного Пропуска Ни одной Затяжки Материал Не собирает Джинса Здесь Подвернутый Кусочек То есть Три слоя Шаг Четверка Одной рукой Конечно Неудобно Шаг Двойка Джинса Два Слоя С реверсом Одной рукой Ну Как будет Джинса Шесть Слоев Шаг Четыре Прямой Стежок Обычная Ткань Шаг Четыре Зигзаг Зигзаг Уже Был Следующий Оставим Вот Вторую Программу Максимальную Амплитуду Шаг Пусть будет Двойка Натяжение У нас В порядке Один раз Вручную И поехали Третью Программу Остальные Параметры Те же Самые Четвертая Программа Четвертая Программа Чтобы ее увидеть Надо Шаг сделать Поменьше Примерно Наверное Вот так Поехали Следующая Программа Ну Шаг Маленько Увеличим С предыдущего Он Слишком Редкий Шаг И Натяг Надо Чуть Уменьшить Вот так Примерно Сделаем Поехали Ага Забыли Забыли Добавить Амплитуду Шаг Можно еще Маленько Увеличить Ну Теперь Смотрим Треугольник Ну Предпоследний Ромб И последний Декоративный Шов Мне он так Понравился Уже Смотрим Ну Вот Декоративный Шов Почему Это Симпатичный Что-то В нем Есть Остальные Швы Шелк Джинса Здесь Три Слоя Здесь Шаг Двойка Здесь Обычный Зигзаг Здесь Шесть Слоев И Обратную Сторону Смотрим Зигзаг Двойка С реверсом Обратный Шелк И Обратный На Обычной Ткани Ткани Двойка Фездол С С Ткани О С С С С С С Продолжение следует...